Одной из самых загрязненных в семье является территория вдоль железнодорожных путей. Как показывает практика, мешки и пакеты с залой и твердобытовыми отходами выбрасывают здесь проживающие по соседству местные жители. Как оказалось, они не имеют договоров с предприятиями по вывозу мусора. На деле мусор с территории убирают сотрудники железной дороги. На днях они вышли на очередной субботник. Работники железной дороги вышли из своих кабинетов, чтобы в очередной раз убрать территорию вдоль железнодорожных путей. Участок Женезмейского пункта техобслуживания вагонов охватывают территорию в полтора километра. Сотрудники вопрошают, месяц назад только они полностью вычистили этот район, а здесь опять появились мешки с мусором и зола. С той стороны путей это улица Аягуская, это улица Дизапромстанции. Люди, вот частный сектор, видя то, что железнодорожники убирают постоянно данную полосу отвода, они тут же начинают мусорить. Ну вот вы сами видите, да? Вот тут есть и шлаг, тут есть твердобытовые отходы, вот, все есть, все что угодно. Вот сегодня мы уже один КАМАЗ загрузили, вывезли. Вот сейчас вот уже второй КАМАЗ уже полный стоит, сейчас тот выгрузится, приедет сюда. Сегодня нам до вечера хватит работать здесь, вот, и так происходит постоянно. На близлежащих улицах по обе стороны железнодорожных путей нет ни одного мусорного контейнера. Зола выбрасывается прямо на железнодорожные пути, пакеты с мусором, как правило, в кусты или под деревья, видимо, чтобы незаметно было. Но мусор накапливается и территория буквально обрастает стихийными свалками. Бесхозные строительные плиты тоже стали хорошим местом для складирования мусора. Я сейчас обошел улицу Аягосскую и эту улицу, поговорил с представителями товарищества на этой улице. Действительно, во время разговора с жителями частных домов я узнал, что у них нет договоров на вывоз мусора. Я спросил, куда вы деваете мусор. Мне ответили, что кто-то в огороде сжигает, кто-то еще как-то. Понятно, что эти люди выбрасывают свой мусор возле железной дороги. Если бы этот вопрос решили, тогда город стал бы чище. Еще очень много надо убирать. В следующем году весной, например, здесь опять горы мусора будут. И с года в год такая картина. И каждый раз мы все это убираем. Как не стыдно, мы ведь живем в 21 веке. Большая просьба к местным жителям не засорять эту территорию, на которой в конце концов они сами живут. Тем временем захламленная территория по обе стороны от железной дороги портит впечатление при въезде в город. Общая протяженность участка, который ежемесячно убирают от мусора работники железной дороги, составляет порядка 6 километров. За каждым из 14 железнодорожных предприятий закреплен свой участок. Но жители соседнего частного сектора сводят на нет проводимую работу, говорят сотрудники. По их словам, она не будет эффективна до тех пор, пока не будут приняты меры по заключению договоров или введению штрафных санкций.